Здравствуйте, меня зовут Вадим Прятко, я ветеринарный врач и занимаюсь платным лечением коров, лошадей, свиней, коз и овец на отдалении, или как говорят люди онлайн. Сегодня я хотел бы поделиться с вами историей лечения кетоза у нетели. Многие могут удивиться, что даже нетели могут болеть кетозом, но если предположить, что кетоз это не болезнь, а физиологическое состояние, то ничего необычного в этом нет. Определенный уровень кетоза всегда присутствует в организме жвачных. Даже в рекомендациях к прибору, который определяет уровень кетона в крови, указано, что допустимый уровень их 0,8 ммол на литр, а в других источниках даже 1,2 ммол на литр. Состояние кетоза это альтернативный механизм добычи энергии. По сути это компенсаторный механизм, который способствует выживанию животного, когда есть дефицит питательных веществ в рационе, или же когда организм не употребляет корм, например при болезни. Кстати, такой же защитный механизм, как и повышенная температура тела, кашель, насморк или чихание. Такой кетоз в учебниках называют еще вторичным. Но вместе с тем мы видим, как кетоз вызывает болезненное состояние у животных, как например в случае с этой нетелью. Уровень ее кетонов поднялся слишком высоко, отчего корова перестала есть и стала угнетенной. Что происходит в этом случае? В этом случае уровень кетоновых тел становится слишком высоким, организм не успевает их перерабатывать, и они его отравляют. То же самое происходит, когда развивается сильный постоянный кашель, который уже не помогает очистить легкие от микробов, а ведет к истощению и удушью. Или высокая температура, которая тоже может убить животное. Чтобы физиологический кетоз не переходил в патологический, нужно реагировать и помочь животному преодолеть и причину усиленного кетоза, то есть дефицит энергии или болезнь, и снизить уровень кетоновых тел при помощи лекарств. Что я и сделал, прописал протокол лечения. И он дал результаты. Кетоновые тела начали снижаться, а аппетит возвращаться. Вот так, Вадим, 12 часа ночи, я пришла посмотреть, что тут делается, а у нее вот такой аппетит. Она так талует сына. Ему люцерку. Сороше зеленого не хотела, сегодня уже есть. В итоге животное полностью поправилось. Следует отметить, что сами кетоновые тела понижают аппетит, что способствует еще большему развитию кетоза. Поэтому важно не только усилить кормление и вылечить основную болезнь, но и снизить сами кетоны. Друзья, если вы столкнулись с описанной или подобной проблемой, или другими проблемами здоровья ваших животных, и вам некому обратиться за помощью, или те, к кому вы обратились, не могут справиться, вы всегда можете обратиться ко мне за платной консультацией в Вайбере или Ватсапе. А если вы хотите знать больше о причинах кетоза у коров, коз и овец, о том, как выводить животное из кетоза, а также всегда быть со мной на связи и получать бесплатные консультации, вступайте в мои платные школы сообщества, школу здоровья животных, а также школу здоровья коз и овец. Берегите своих животных. До свидания.